А это наши новые герои Татьяна, Ярослав и Ирина. Ух ты, княжеская дружина! А где же ваши мечи? Ну, у нас нет мечей, у нас только имитация ножей. Расскажите, как давно вы занимаетесь этим видом? Ну, лично я с 2015 года. Я занимаюсь 3 года. Я 4 года. Очень нравится, потому что это интересно, постоянно развиваешься умственно, и думаешь постоянно, очень думающий вид спорта. И что вы чувствуете, когда происходит весь этот процесс? Что вы ощущаете внутри себя? Это интересный, завораживающий спорт. Это работа над собой. А расскажите про ваши достижения. Ну, вот Ярослав у нас второе место в России занял. То есть это самое, да, у нас высокое достижение. Девочки постоянно выступают, тоже много поддержки. Таня у нас медалист и чемпионка. Чемпионка. То есть у нас очень много в коллективе именно чемпионов. Ну, Кубок Варяга, так же, как это в своей категории. То есть по федеральному нашему Бривовскому округу в Екатеринбурге проходили соревнования. Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Москва, Тюмень. То есть вот в основном наши города, в которых мы бывали. А расскажите вообще в жизни где-то это может пригодиться? Я всегда говорю, что я надеюсь, что мне это никогда в жизни не пригодится. Лучше уметь быть уверенным в себе, но никогда я этим не воспользовалась. Ну, как бы я так считаю. Потому что это все-таки опасно. Опасно, да, и еще неизвестно, как это закончится. Вот вы, как девушки, езжи йога, танцы. Почему у меня деживой бой? Что вот вас заметило? Да потому что в этой жизни уже все было. И танцы, и йога, как говорится, и подиум. Ну, в какой-то момент мы вот пришли к этому и не жалеем ни сколько об этом. Даже счастливы. Хорошая физическая подготовка и форма. Мы замечательно выглядим в конце концов. Конечно. Вы не смогу ли я стать такой же, как и вы, красивой, спортивной, опасной? Вы просто так завораживаете, это так интересно. Я надеюсь, что я не опасна. А вы уже красивая. Вы красивая, молодая, у вас свои преимущества. Приходите, мы вас ждем. А то, что вы молодая, красивая, у вас еще только все впереди. И я думаю, все результаты у вас тоже впереди. Если, конечно же, вам это понравится. Спасибо. На эту тему можно бесконечно досуждать, говорить. Вы такие открытые, красивые, талантливые. Мы желаем вам успехов, удачи, всего самого хорошего. Всего доброго. Спасибо. Активная спортивная молодежь нашего города. Люди, которые умеют за себя постоять. Каждый вечер дружная команда фехтовальщиков отрабатывают приемы ножевого боя. На протяжении веков нож нужен был человеку для защиты, охоты, рыболовства и других занятий. Однако, спортивным снарядом нож стал сравнительно недавно. Работаем, работаем еще. Работаем две. Команды стоп не было. Казаки – первые, кто взял в руки холодное оружие для спорта. Восточные филиппинские бои появились позже. Они и стали прародителями ножевого боя. Этот вид спорта тренирует выносливость, скорость, силу, координацию. Угребляет мышечный корсет. Плюс к этому тренировки – это отличная кардионагрузка. Я убедился сам. Поец Березняковского клуба Антон Завродин дал мне небольшой мастер-класс. Голова, маска. Наденьте, чтобы вам понять это и чтобы к чему. Испробовав этот вид искусства на себе, я понял, что не так уж он и опасен при тренировках. Нож ненастоящий, имитированный. Лицо защищает маска, руки защищают перчатка. Да, сложно, нужна физическая подготовка. Но вы приходите. Новичку такому, как мне, спортивный нож в руки не дают. Новоиспеченный спортсмен с начала около года отрабатывает приемы с имитированным клинком. Деревянная имитация, она в то же время и не так угрожающая, как именно боевое, например, говорить оружие, да, она безопасна. В дальнейшем мы пришли к более гуманизированным имитациям, которые, ну вы сами почувствовали, что не особо она приносит урона. Березняковская команда организовывает местные соревнования, выезжает на турниры в краевую столицу и даже на соревнования по России. И везде удается завоевать призовые места. А вообще цель боя – освоение оружия и моделирование действий при вооруженном столкновении. Это искусство постигают бойцы спецподразделений, таких как спецназ. Но, к счастью, для березняковских ребят это просто спорт, который делает реакцию острой, а характер железным. Толпар березняки, прибегайте к нам! Роман Агишев, Степан Некрасов, новая смена.